Семнадцатая номинация «Лучший дуэт» В зале снова кто-то кричит «Лазарев». Но побеждает диджей Смэш и Артик и Асти с песней «Сео 2». Лучший дуэт! Я, если честно, думала, что победит Джонни и Асти, но, видимо, они решили, что больно жирно. Асти столько наград отдавать. Диджей Смэш и Севиль дарят витамины. Севиль не сдерживается. Допельгерс, да пребудет с вами всего двух сердец. Тебе дарили когда-нибудь витамины? Ну, честно, нет. Далее выходит выступать Николай Басков с песней «Ты неотразима». Это фанера, конечно же, песня ужас какой-то. Кто пишет эти бездарные песни Николаю Баскову? Вот уже столько лет одна и та же какая-то хренотень. Но кое-что остается вечным. В конце выбегает девушка и дарит ему букет. Поздравляю! Ой, спасибо большое. Мне, если честно, кажется, что Николай приплачивает этим девушкам. Он их специально нанимает. Чтобы какой бы концерт ни был, какая бы премия ни была, выбежала какая-то женщина и сунула ему букет цветов. Потому что никому здесь не дарили цветы. Не одному человеку, но Николаю, да. Ну, либо это была его менеджер или мама, не знаю. Мне кажется, какая-то особенная такая продуманная часть его образа, в которую также вкладывают деньги. Наконец-то выходит Сергей Лазарев на сцену, которого так ждали фанатки. Сергей тоже почему-то поет под фанеру и при этом тоже зачем-то весь заткнулся инейрами. Что там происходит? Я не понимаю, в чем проблема? Зачем они все надевают эти бедные несчастные инейры, если они ничего не поют? Это на тот случай, если вдруг перекроют на сцене, если передумает в последний момент и как закричит в микрофон. Я, правда, не знаю, я не могу найти ответы на этот вопрос. Я кричу, остановись, потому что без тебя остановится земля. Пока, к текущему моменту, получается, что нас живьем пела только Люся Чеботина, Добро и Мод. Ну и два слова спела Клава Кока. И припадочный Митя Фомин спел просто так, вне выступлений. 18 номинация, лучшая песня. Люди снова кричат Лазарев. Какая песня в этом году больше всего нравилась зрителям телеканала РУ-ТВ? Итак, номинация, лучшая песня. Но побеждает Анна Асти с песней «По барам». Анна прям как Адель какая-то на Грэмми или Бейонсе. Просто приехала такая и все статуэтки собрала. Но она реально больше всех сделала за год. Че тут говорить? Здесь все по классике. Анна выходит хихикать в микрофон, а ее муж крестится в зале. Мы поздравляем тебя от всей души снова! Девчонки и мальчишки, сегодня я хочу поделиться с вами своими новыми крутыми находками для красивой кожи от российского бренда Open Face. Вы знаете, что я обожаю тестить разные бренды и пробовать новые средства, выискивая для себя лучшее. Больше месяца я пользовалась двумя средствами от Open Face. Они полностью оправдали мои ожидания. Сегодня с огромной радостью я поделюсь ими с вами. Первый дружочек это очищающий гель для лица с энзимами и пробиотиками. У меня чувствительная сухая кожа, склонная к воспалениям. Я очень внимательно отношусь к выбору очищающих средств. Каждый день я наношу макияж и мне очень важно тщательно его смыть, но при этом не пересушить кожу. Гель от Open Face справляется с поставленными задачами просто идеально. Он обладает мягким отшелушивающим эффектом, стирает акне и постакне с лица, поддерживает здоровый микробиом, не сушит и идеально подходит для ежедневного применения. Второй дружочек это увлажняющий крем для лица с пробиотиками и я его обожаю просто всей душой. Он прекрасно увлажняет, избавляя кожу от стянутости, сухости и всех шелушений неприятных, успокаивает раздраженную кожу и помогает удерживать влагу в эпидермисе. Крем обладает противовоспалительным эффектом, помогает бороться с акне, лечит любые микроповреждения и трещинки. Важно, что внутри нет эфирных масел и отдушек, так что он подойдет даже самой чувствительной коже. С огромным удовольствием ввела этот гель и крем в свою ежедневную рутину и вам тоже рекомендую обязательно попробовать. А чтобы знакомство получилось более приятным, у меня, конечно же, есть промокод, который даст вам скидочку 10% на все баночки OpenFace на Озон. Промокод действует до 26 июня, так что торопитесь. Ссылки и промокод, как всегда, оставила в описании. На сцене Нина Фокина. Это та самая лучший старт, который РУ-ТВ. Нина поет под фанеру какую-то просто лютейшую, безликую попсятину. Бессмысленную и беспощадную. У Нины, кстати, потрясающий инстаграм. Я поискала, у нее там 85 тысяч подписчиков и где-то примерно по 40-70 лайков на постах. Вау, успех. 19 номинация, лучший кавер. И тут какой-то конфуз, в смысле псевдонима артиста, конфуз. Хотя вся эта премия должна была называться конфуз. Песней выше. Это песня Нюши. Короче, этот конфуз сделал кавер на песню Нюши выше. Боже мой. И получил за эту награду. Конфуз и его кавер на песню выше певицы Нюши выигрывает в номинации лучший кавер. Ваши аплодисменты, друзья, смелее и громче. Не стесняйтесь, артистам безумно приятно на самом деле, когда им аплодируют. В телеграме мне тут подсказывают, что конфуз это какой-то тоже заверсившийся в тиктоке чел, который пел Как так пропал интерес, как так неинтересно. Окей, окей, я это слышала. Но кавер на песню Нюши, честно признаюсь, нет. У него тоже очень интересно с этим кавером. Я нашла его на ютубе. Там 630 тысяч просмотров. И при этом 180 комментариев. Как так? Как так пропал интерес, как так неинтересно. Это странно. Это странно. Просто сравните, сколько комментариев у меня под видео. И на моих видео намного меньше просмотров, чем 630 тысяч. Короче, некоторые вопросики это вызывает. Конфуз толкает какую-то сконфузившуюся речь. Короче, всех люблю, всех ценю, слава богу. Молодец. Мари Краймбери выходит петь. Поет живьем. Ура, у нас плюс один в живом звуке. Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем. Смотри, какие друзья. Я, честно, ничего не могу опять же сказать про Мари Краймбери. Я вообще не фанат. Я, как уже сказала ранее, знаю пару ее песен. Она мне как-то не вызывает никаких эмоций. Вот мне не очень нравится ее тембр голоса. Это чисто вкусовщина. Безусловно, она умеет петь. Безусловно, она молодец. Но вот мне ее тембр что-то как-то вот... Как-то он не мэтчится с моим восприятием, с моими ушами. Не знаю. Мне как-то ее некомфортно слушать. Не знаю, с чем это связано. Поэтому не знаю, что тут вообще сказать. Татьяна и Аскар уходят. Слава тебе, господи. Мне кажется, это самое... Нет, ладно, не самое. Вместо них приходит Милана Хаметова. Это девочка маленькая. И Дава. Всем привет! Блин, как здесь классно. Ребята, всем привет, Крокус, я вас не слышу! Так, подождите. Как-то вяло. Крокус, я вас не слышу! Мы очень рады быть на этой сцене. И здесь с вами мы проведем целый час. Да. Да? Премия превращается в детский кружок, в детский сад. Дава ведет премию и ведет себя, как человек с такими легкими отклонениями в развитии. Я предлагаю, Милан, долго не тянуть и сразу переходить к делу. Ну, давай, что у нас там по номинациям? Юные зрители телеканала РУТ-ТВ выбрали себе нового кумира. А старые куда подевались? Милан, они никуда не делись. Просто для вас нового поколения нужна новая звезда. Вот и все. Которая сейчас и получит заветный самовар. 20 номинация «Звезда нового поколения». И здесь побеждает Клава Кока. Звезда нового поколения Клава Кока! Что-то мне кажется, что Клава Кока уже не суперновая звезда. Она уж сколько лет-то поет. И мне кажется, что все-таки прям уж совсем звездой-звездой она была вот в те годы, когда гремели ее хиты там. Покинула, чат-чат, чат-чат. И что-то там еще у нее было. Этот дуэт с Моргенштерном. Вот это когда было? 100 лет назад уже. Мне кажется, что сейчас Клава Кока уже не такая популярная, как раньше. Ну, ладно. На сцене Артур Пирожков. Ну, куда же без него? Поет какую-то свою типичную хрень. Они у него тоже все на один мотив. Конечно же, тоже под фанеру. И, конечно же, тоже ушки на всякий случай и нейрами заткнула. А то вдруг... Ну, вдруг! Ну, вдруг как захочется запеть, да. Типа подстраховался. В припеве песня какая-то Ягода-малинка, если честно. Которую Хабиб пел. Прямо мне показалось очень похоже. 21 номинация за вклад в развитие музыкального бизнеса. Это тоже мое любимое. Здесь победил Дмитрий Маликов. За вклад в развитие музыкального бизнеса. Дмитрий Маликов получает эту почетную награду. Каким образом Дмитрий Маликов вкладывался в развитие музыкального бизнеса, я, если честно, не знаю. Может быть, действительно, это какая-то скрытая от всех информация. Но у меня такое ощущение, что Дмитрий Маликов вкладывался в основном в развитие маркетплейса. А Зон снимается в их бесконечных рекламах. Маликову тоже дарят набор комплексных витаминов. И дарим вам от нашего спонсора, компании Квайсер Фарм, витаминные минеральные комплексы Доппель Герц. Это источник аминокислот. Дорогие друзья, большое спасибо. Боже, какой кринж. Вот только-только был совсем юношей и написал песню «До завтра», а это был 1988 год. А вот я уже стою на сцене и получаю витамины в подарок в 2023 году. Лайк. 22 номинация «Музыкальный блогер». Это я. Это я должна была получить эту премию. Я музыкальный блогер. Ну или Рамин хотя бы, да, на худой конец. Но победил Хабиб. Хабиб! Победитель номинации «Музыкальный блогер». Я даже не знала, что Хабиб блогер. Он вроде в ТикТоке что-то снимал, а сейчас-то уже ТикТока как бы нет в России, поэтому, опять же, я, может быть, не в курсе. Напишите, Хабиб блогер, он где-то ведет какой-то активный блог. Мне очень интересно. На сцене Джонни. Бедный. После гастролей. После трехчасового сна. Поет сам вот так-то. Голос подсевший. Слышно. Энергии от него маловато. Видно, что он реально очень уставший. Но все равно, как приятно послушать живой звук. Песня классная. Мне она нравится. Музыканты на сцене кайфуют. Джонни нормально спел. Подсевший голос. Много там вниз уводил. Моментов, которые обычно наверху кричал. Но все-таки, тем не менее, восставший из ада практически откопал себя, вышел и спел. И вот за это он мне больше всего нравится. Он всегда поет живьем практически, за очень редким исключением. И вот интересно, что Сырожа Лазарев фанерный. Полина Гагарина фанерная. Астя фанерная. А Джонечка молодец. Вышел и вот сам спел. Я прям как опять, да, мамка такая, сыночка. Люди снова без причинно кричат Лазарев. Видимо, уже просто так. Не знаю, может они хотели, чтобы он что-то сделал для них. Я их эзэ, правда, я уже не понимаю. Все зрители запомнили. Это тоже очень сложно. Ну, сейчас мы как раз таки и узнаем. А у нас 23 номинация. Лучшее сольное концертное шоу. Люди просто кричат на разрыв Лазарев. И он наконец-то побеждает. Давай узнаем. Номинация лучшая сольное концертное шоу. Номинация лучшая сольное концертное шоу. Сергей Лазарев! Сергей Лазарев! Он даже сам начинает ржать, когда его объявляют. Но, по-моему, он единственный, кто реально радовался этой победе. Он как ребенок, такой тряс кулачками, с горящими глазами бежал такой на сцену за этим самоваром. Я ни одного человека не видела такой реакции. Он реально очень сильно хотел эту статуэтку. Поэтому даже как-то я за него искренне тоже порадовалась. Вот человек, как хотел сильно, да, и получил. На сцене Владимир Пресняков. Мониторы на месте. Поем под фанеру. Какую-то грустную песню спел под названием «Живи». Чисто номер, чтобы сходить себе чаю налить. Скукотища страшная. 24 номинация лучший концертный тур. Подождите, а у Лазарева сольное концертное шоу. Боже мой. По-моему, это одно и то же. И здесь у нас ничего не меняется. Здесь у нас опять наша хихунья, хохотунья Анна Асти. Мне кажется, если вдруг еще какую-нибудь там номинацию получу, я точно в лоб морогу упаду. Сколько она их уже взяла? Опять шесть трэш. 25 номинация «Коллаборация года». Ума Турман и Сергей Корсаков. Действительно, коллаборация года. Просто люди изнасиловали Spotify, пока слушали эту песню безостановочно весь год. Короче, этот Сергей, он космонавт. Для этой песни, для клипа Ума Турман снимал из космоса какие-то кадры и что-то там даже как-то спел для них. Но, видимо, он петь не умеет, но что-то там он спел. Вот как-то так. Большое спасибо. Очень неожиданно и непривычно находиться здесь. Очень приятно. Я привык находиться среди других звезд, но здесь тоже очень ярко. Далее просто лучшая подводка на земле. Для начала Дава и его милая спутница Милана рассуждают о русофобии. Как же много теряет Европа, когда пытается запретить все русское. Это называется русофобия. При этом чуть ли не половина классической музыки написана нашими композиторами. О живопись, о книге. После этого Дава по слогам с бумажки читает про какого-то невероятного российского исполнителя, который решил бороться с русофобией обратным способом. Я знаю артиста, который ко всей этой отмене русского языка отнесся очень оригинально. Он решил ударить по ним их же оружием. В смысле? Создал проект на английском языке и он очень даже преуспел в этом деле. Нашего русского парня слушаю теперь в Европе. Я уже не говорю про Китай, ну и другие страны, где его песни уже попали на первые строчки хит-парадов. Ему можно было бы выдать премию посол русских в мире, например. Ну, давай уже слушать. Что же это? Я аж прильнула к экрану. Думаю, что это за человек? Что это за явление просто? А это, мои хорошие... На сцене Влади Кей. Влади Кей. Тот самый сын Киселева. Он, кстати, когда-то был Владимир. Владимир. Но, как только началась война и слово мир запретили, он переименовался в Владикея. Это не шутка, не прикол. Реально так. Вот такой маразм. Выходит, Влади Кей и на английском поет какую-то песню очень унылую. Его поливают водой. Очень смешно смотрится концовка, где он стоит, долго смотрит вперед, и ему по носу щелкают капли. Вообще как-то не скрепно, если честно. Почему на английском за и по и на русском? Все-таки у нас премия РУ-ТВ. Но ему можно, ему можно. Как я уже сказала, Влади Кей, сын Киселева, так что не спрашивайте. У нас выступит весь семейный подряд. Земляне были. Елена Север, мама, была. Теперь вот младшенький. Тембр у него, простите, омерзительный. Как будто коту яйца кто-то прищемил. Я до конца дослушать этот шедевр не смогла. Я сразу мотнула вот в самый конец, а там он стоит, и ему по носу щелкает вода. Какой-то реально сюр. Как я в телеграме сказала, вся эта премия выглядит как сон пьяного человека. Давы и Милана уходят. Как-то быстро мне показалось. Прям хоп-хоп и все. Вместо них выходит Александр Рогов и Ида Галич. Они очень интересно одеты. Мне их одеяние напомнили внутренность термосумки. Крокус, вы устали? Саш, не молодцы. Саш, у меня к тебе вопрос. Ты три часа стоял на дорожке и смотрел наших знаменитостей. Ты устал? Я не устал, потому что мне было интересно, кто в чем придет, будут ли звезды соблюдать дресс-код, который я придумал. Они безостановочно шутят. На самом деле, среди всех ведущих они самые прикольные, активные. Они хоть как-то пытались. Но, с другой стороны, мне показалось, что они были в подпитии. Особенно Ида. Потому что периодически Ида несла просто черт пойми что. Давайте, мы старались. Смотрите, Ида даже успела покраситься. Ну, это же то, что нужно. Какая жаба, посмотри. Я от тебя не ждала. 26 номинация. Лучшая спортивная площадка для концертных выступлений. Вот такая номинация. Это кто вообще придумывал их? Я не понимаю. Какой-то рандомайзер. Типа, знаете, как есть наэросеть, которая рандомные заголовки какие-то пишет. Вот здесь такое чувство, что наэросеть создавала название для этих номинаций. Короче, лучшая спортивная площадка для концертных выступлений. Что бы это ни значило, и здесь побеждает ВТБ арена. Окей. И для вручения награды на сцену приглашается Анастасия Волочкова. Ида бесконечно оскорбляет Рогова. Крокус, мы не слышим вас. Ну, пожалуйста, давайте просыпаемся. У нас столько всего интересного впереди. Ты забрал мою мечту. Ты такая собака штулая. Я говорю, давай сделаем вместе к ихним. Он такой, Крокус, я не слышу. А я? Ида. Дверь, подожди. На сцене Филатов and Keras солисты поют живьем, но как-то не очень. Особенно девушка лажает. В припеве девушка начинает петь просто под лютейшую фанеру. Просто под плюс. 27 номинация Лучшая группа. Тут, конечно же, Артик и Асти. А у нас есть какая-то другая группа? По-моему, нет. Боже мой! Любовь моя! Артик и Асти! Стой. Что ты все у всех лезешь целовать? О, друзья, громче! Ладно, целуюсь. Мужчина, это твой отец? Лучшая! Лучшая! В целом это очень сомнительно, потому что за время своего нового существования они выпустили три песни. И эти три песни, калька со всех их старых песен. Артика вообще уже давно не видно. Он уехал куда-то и не выступает в России, поэтому Севиль отдувается одна за группой. И она одна выходит получать награду. Опять же, что это за группа такая, если поет только Севиль? Артик вообще никак не принимает там участие. В общем, вопросов очень много. На сцене, наконец-то, главный певец этой премии. Боже, я уже думала, он не выйдет, честно. Прям раз переживала, из-за сердечка схватилась. Конечно же, это Юркис. С песней «Сотни подруг». Старшенький вышел. Сейчас на сцене вы увидите номер Юркиса «Сотни подруг». Встречаем! Конечно же, фанера. Волос такой же противный, как и у брата. Песня какая-то такая в стиле Егора Крида, какая-то уже просто, как мне кажется, безумно неактуальная. Тоже это что-то из прошлого. Я тоже не смогла дослушать это до конца, потому что, ну, это тяжело. Это тяжело. Это надо особенное какое-то восприятие реальности иметь, особое строение интеллекта, чтобы слушать Юркиса. 28 номинация с очень интригующим названием «Фан или профан». Короче, типа, у кого больше фан-клуб? Вот реально, кто это придумывал? Зачем столько этих тупых номинаций? Я не понимаю. Люди снова кричат «Лазарев», но побеждает Милана Хаметова, та самая девочка, которая с Давой какое-то время эту премию вела. Да-да-да, битва не на жизнь, а на смерть, можно сказать, разразилась в группе премии ВК. Фан-клуба артистов с тройными рядами шли и голосовали за своих кумиров, не щадя своих пальцев. И прямо сейчас мы узнаем, чьи фанаты были самыми активными. Ты готова это узнать? Я готова, но мне подсказывает, боженька, что мы пока еще не можем. Что вы кричите? Лазарев кричат. Еще фанаты есть, фан-клубы представлены в зале. Милана Хаметова, Милана! Как я уже сказала, все больше и больше кажется, что Ида подбухивает в перерывах. Спасибо! Поздравляю, Миланочка. Теперь беги скорее. Нужно спать в кроваточку. Завтра русский. Даба, позвони мне. Ты че пропал? Пока, давай, садись. Хочется поблагодарить партнера 12-й. 12-й, здравствуйте. 12 часов ночи. Давай сначала переговаривай. Вырезали? А, это прямой эфир? Да. Боже, как стыдно. Можно еще раз поаплодировать? Я разволновалась. Пожалуйста, не забирайте в меня деньги. Итак. Далее выходит Дима Билан и какой-то Васио с песней «Не вдвоем». Васио – это какой-то рэпер, я так понимаю. Он, к сожалению, исполняет живьем. Он поет прям долго. И это прям больно. Дима тоже поет здесь живьем, но, конечно, в разы лучше, чем Васио. Но Васио старался как мог. Я, конечно, ставлю ему лайк за старание, но это было больно. Мне так лень ставать каждый день. Я стучаю. Ну давай пьешь. Возьми на все дрова. Только не от меня. Далее на сцене Хамалина Ваи. Поют «Птичку», которой, по-моему, уже миллион лет в субботу тоже просто. Как интересно, песня вышла в 2021 году. Мне почему-то казалось, что намного раньше. Кстати, эту песню написал Евгений Трофимов, который принимал участие в «Новой фабрике звезд», если кто-то вспомнит. И, по-моему, изначально она в его версии гуляла по интернету, поэтому, может быть, мне показалось, что она очень давно вышла. Но все равно, все-таки в 2021 году это было. Ида шутит про Юлию Высоцкую, не сдерживается. Это вообще моя любимая тема. Кто подписан на мой телеграм-канал, тот знает. И лучшая песня, и артист, и сегодня было все. И это про лучшее видео. Здесь все очень просто, смотри. Лучшее видео – это когда Юлия Высоцкая 4 часа пытается приготовить сырники в правильной геометрической форме. Это лучшее видео. Вы все это видели? 29 номинация «Лучший видеоклип» и зал снова кричит Лазарев. Ида, я про лучший видеоклип. Это что-то непонятное. Мне кажется, вот как Басков приплачивает женщинам за то, чтобы они дарили ему цветы, так Лазарев приплачивает вот этим девочкам, чтобы они перед каждой номинацией кричали его фамилию. Побеждает мод клип на песню «Любовь как спецэффект». Я это не слышала, я это не видела, но я загуглила. На этом клипе 10 миллионов просмотров и 724 комментария. Мать его за ногу, это невозможно. Что за хрень? Они что, реально накручивают просмотры себе? Вот так вот топорно, вот так вот дебильно? Как может быть при 10 миллионах просмотров 700 комментариев? Мот, ты что творишь вообще, зай? Далее вообще происходит что-то непонятное. Неожиданно воссоединяется древнее зло. Группа «Чай вдвоем». Они выходят на сцену и сначала поют живьем песню «С днем рождения», как бы поздравляя РУ-ТВ, видимо. Стасиан, здорово. Здоровый день. Привет, дружище. Слушайте, сегодня серьезная дата. День рождения. 12 лет премии РУ-ТВ. А что поет на день рождения? А потом поют еще одну песню, но уже под фанеру. И тут же после своего выступления они получают статуэтку за камбэк года. То есть камбэк случился 5 секунд назад, и они уже получают статуэтку за него. Их спрашивают, вы соединились они на один раз или надолго? И они заявляют, что да, надолго. Прикиньте. У нас к вам вопрос. Это была разовая акция или мы ждем возвращения дуэта? Мы не узнаем, спасибо. Не-не-не-не, давайте без интриг, друзья. Да, мы хотим вас расстроить. К сожалению, мы вернулись надолго. В хорошем смысле этого слова. Что, деньги закончились, что ли? Я что-то не понимаю. Пора, пора опять по корпоратам поездить. Короче, что вообще? На сцене снова Дима Бела. На этот раз один. У него микс из разных его песен, как и у всех. И в этот раз микс из прям суперстарья. Там он мулатку спел, я ночной хулиган. Вот это вот все. Тут тоже фанерочка, и такое чувство, что его заставили петь под эту фанеру. А ему очень не хотелось, потому что каждый раз, как только его вокала нет, он что-нибудь кричит в микрофон. Просто непрерывно, как будто душа рвется наружу. Знаете, прям хочется. Хочется парать в микрофон, а Диме не дали. Далее на сцене Сивиль с песней «Кукла». В Артик и Асти, типа, но без Артика. Мне показалось, что у Сивиль как будто был живой звук. Но это может быть и пререкорд, такой хитрый. Сложно, непонятно. Надо прямо очень-очень внимательно рассмотреть это выступление, чтобы понять. Это их последний хит, типа, да, который вышел. Но это абсолютная калька грустного дэнса. И эту песню также написал Дима Лорен, как и грустный дэнс. И в комментах потом он отвечал, что эта песня была специально написана на базе грустного дэнса. Ну, короче, Артик продолжает доставать песни Димы Лорена, которые у него остались, и выпускать их, в то время как Дима уже с ним не работает и ушел к Анне Асти. В общем, скандалы, интриги, расследования. 31 номинация. Выбор «Войс». «Войс» — это вроде как бывший космополитен. И здесь неожиданно побеждает Сергей Лазарев. Фанаты-то, наверное, обоссались просто от счастья в этот момент. На сцене Хабиб с песней «Ой, какая ты». Поет живьем, но хором с плюсом. Прям поверх плюсы. И в основном все-таки больше слышно плюс. Я песни Хабиба тоже, честно, не понимаю. «Ягода малинка» — это действительно был супер-хит, который всех достал до умопомрачения. Но это был хит. Но мне кажется, что после этого так у него ничего настолько хитового и не случилось пока. 32 номинация. «Лучший хип-хоп проект». И здесь «Хамали Наваи». Кто? Хамали Наваи, добро пожаловать на сцену. Обрати внимание, что для ребят приготовили один самовар, потому что они пока еще не расстались. Далее Ваня Дмитриенко на сцене. Он поет вначале как будто живьем, а потом включается фанера. Вот мне как-то так показалось. Он в костюме пиццы. И все остальные музыканты тоже в костюмах еды. «Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл. Сюду серые пиццы. А я уже успел влюбиться. Два кусочка пиццы, виноградный чай». Вот они, ростовые куклы из будущего. Наконец-то где-то улыбается Надежда Кадышева. Потом выходят какие-то Cosmos Girls. Это какая-то, видимо, замена группе Серебро. Я не знаю, что это такое. Какая-то группа, трио из девочек, каких-то Cosmos Girls. Но я потом загуглила, и, конечно, там все не так просто. Там поет девушка. Я просто назову ее имя и фамилию, вы сразу все поймете. Ее зовут Ева Лепс. И вторая тоже дочь там какого-то тоже супер-бизнесмена. Ну, в общем, ничего нового. И, наконец, последняя номинация. Звезда танцпола. И здесь побеждают Филатов и Карас. Я, кстати, всю жизнь их называла Филатов и Карась. Я не знала, что они Карас. Но, окей, теперь я знаю. Они тоже выходят и несут какую-то чушь. Филатов и Карас. Спасибо, ребят. У нас это третий самовар и этот побольше. Ну, как это правильно? Набух, короче говоря. Видимо, в этом году наша музыка нравится больше самовару. Спасибо большое! После них снова выступает Сивиль с новой песней. С человеком, которого зовут Марс Деймос. Я вообще хз. Кто это такой? Ну, вот они исполняют свою новую песню. И на этом все заканчивается. Я не знаю даже, как это все подытожить. Кумовство, раздача статуэток своим друзьям, детям, женам и так далее. Полный игнор современных исполнителей, современных веней и тенденций. То есть, буквально единицы туда притащили. Типа вот Тоси Чайкина, Ивана Дмитриенко, всех остальных просто игнорят. Какие-то непонятные ноунеймы, непонятные названия номинаций, которые реально вообще непонятны. Зачем были нужны эти номинации? К чему их придумали? Кто? Позорные подарки от партнеров в виде комплексных витаминов. Амбассадор Афа Базола Митя Фомин. Ну, короче, здесь было все. И даже военная повесточка, даже без нее не обошлось. На этой музыкальной премии. Я в ахере, честно. Я не знаю, что сказать. Я вроде и рада, с одной стороны, что мои глаза увидели этот криш. Я когда досмотрела все эти 7 с лишним часов, я прям села, вот все закончилось. И я начала хохотать, потому что у меня просто мое сознание, оно не выдержало такого наплыва трэша. С другой стороны, спасибо премии РУ ТВ за то, что она существует, потому что благодаря ей можно делать контент. Ну, здесь прямо непаханное поле, согласитесь. Я не буду больше ничего говорить. Я не знаю, что здесь сказать. Я жду ваше мнение в комментариях. Обязательно напишите, что вы думаете по поводу всего того, что вы сегодня увидели и услышали. Какие эмоции у вас вызвала эта премия. Считаете ли вы вот эти все победы заслуженными или нет. И вообще, что ждет, по вашему мнению, российский шоу-бизнес дальше. Потому что вот то, что я увидела на премию РУ ТВ, это вот если отбросить шуточки, как-то немного грустно. На этом сегодня буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать длинный комментарий. Желательно два комментария, чтобы мое видео увидело как можно больше людей. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все-все-все новости. Вообще, все-все-все-все-все. Оформляйте подписочку на Бусти. Там контент выходит раньше. И там полные версии видео. Потому что там их не могут забанить. Надеюсь. Вроде как. Я вас и кое-что сильно люблю. Желаю вам отличного настроения. Обнимаю, целую. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.